Привет-привет! Вы просили, и я делаю. Позапрошлое видео было про обновление Notion, в котором я рассказывала, как можно применить новую функцию, которая называется Button. Но до этого было несколько видео с туториалами, где я рассказывала, как и что делать, и там мы использовали template-button, команду, которой сейчас вообще нету в Notion, или, так кажется, на первый взгляд. На самом деле, эта команда есть, она осталась, просто она спряталась в большой функционал новой кнопки, которая как раз и называется Button. По этой кнопке, и скорее уже для продвинутых, есть видео, вот оно будет тут, или тут. Сегодня, для тех, кто не разобрался, и это нормально, что вы не разобрались, Notion любит нас удивлять, радовать новыми своими обновлениями, иногда пряча все непонятно куда. Именно для вас сегодняшний будет туториал. Мы разберемся, куда же пропала template-button, можно ли использовать ее функционал сейчас, и какой новый функционал нам предоставила команда Button. Мы по шагам попробуем сделать это в своем рабочем пространстве, смоделируя ситуацию интересным способом. Возьмем за основу, за наше пространство, пространство Barbie. Ничего не понятно, правда? Мы могли бы посмотреть просто на белом листе, как и что работает, как связывается с базами данных и так далее. Но это скучно, но согласитесь, даже если вы парень, я думаю, с Barbie нам будет намного веселее. Вызовем какие-то эмоции, может, даже негативные у вас, а у кого-то позитивные, чтобы информация лучше запоминалась и усваивалась. Для меня это исключительно позитивная ассоциация, и у меня тут будет несколько отсылочек, мы про них поговорим. Давайте я вам сначала покажу, как выглядит пространство, на основе которого мы сегодня рассмотрим функционал новой команды Button. Для начала рассмотрим пространство, на основе которого будем учиться пользоваться кнопкой. У меня тут две основных кнопки. Первая, которая суперлегкая, которая была в нашем туториале про весенний еженедельник. Вторая кнопка у меня «Добавить новую участницу в клуб». Тут мы уже рассмотрим все новые возможности, с которыми к нам пришел Notion со своей новой функцией. Если мы нажимаем на первую кнопку «Расписание клуба Barbie», нажали, у нас появляется еженедельник. То, что мы уже с вами умеем делать. И научимся еще раз в этом видео. Если я нажимаю на вторую кнопку, то обратите внимание, у меня здесь есть база данных, вот она есть в формате галереи, есть список участниц в формате таблицы. Так вот, я теперь, мне не надо нажимать здесь «Добавить новую участницу». Предположим, у меня это одна из тысячи страниц, или многих страниц в моей Вики, и я не хочу вообще сюда заходить. Я тогда могу вот эту кнопку «Добавить новую участницу в клуб» вынести на главную страницу своего рабочего пространства, а эту базу данных вообще куда-нибудь спрятать. С помощью этой кнопки я могу добавлять новые строки в эту базу данных. Как это происходит? Я нажимаю на кнопку, мне выскакивает уведомление о том, что надо не забыть добавить аватарку участницы. Я нажимаю «Принято». У меня открывается страница, которую я редактирую. Сначала ввожу имя, предположим, это будет Трея. Далее у меня уже автоматически проставились категории, в которые попадает эта участница, это Барби, это новый участник. Это тоже можно задать с помощью новой функции. Я могу также подгрузить аватарку. Могу сюда ее вставить. Так, могу просто в страницу вставить через команду «Вставить изображение». Или могу вставить как значок вместо эмоджика страницы. Для этого добавляем иконку «Кастом» и загружаем свою картинку. Тут вы выбираете, как вам удобно, как вам комфортно смотреть. Вообще, Татор не об этом, это такой маленький лайфхак. Затем, как мы заполнили эту карточку, все поля, которые мы не можем заранее предусмотреть и задать в функциях, мы щелкаем по пустому пространству за ней. И смотрите, что у нас получается. У нас добавилась Трея, как новый участник. Вот можно в галерее посмотреть. Трея добавилась. Здесь у меня какой-то баг выскочил. Удалим эту карточку. Перед тем, как начнем уже подробно рассматривать функции, если вам не терпится, и вы вообще сюда просто пришли посмотреть инструкцию, как всегда, тайм-коды в описании, вы можете пойти и посмотреть в них. Если интересные мои болталки, оставайтесь. Я вам расскажу парочку лайфхаков. Мы же не просто так здесь собрались и делаем что-то в формате Барби. Первая история. Я жду вас в комментариях. Мне тут на обложке Барби и Пегас. Ответьте мне, пожалуйста. Был ли у вас в детстве диск с подборкой фильмов Барби? И там был Барби и Пегас именно в 3D. У кого дома были 3D очки в те времена? И так хотелось посмотреть. Это же Пегас и Барби. Какая-то там у нее маленькие феи на облаках. Я помню, что мы с сестрой смотрели просто с кровью из глаз этот мультфильм, потому что 3D там все как расслаивается. Но посмотреть-то хочется. Вопрос. Почему нельзя было на один диск добавить сразу в 3D нормальную версию? Я вспомнила, когда искала картинку, подходящую для этого пространства. И вообще, мне такая ностальгия захватила. Я захотела сразу что-нибудь посмотреть. Напишите в комментарии вот что. Какой ваш любимый мультик с Барби был? Мой? Наверное, принцесса и нищенка. Ну, это просто. Чтобы не гуглить. Я помню, была еще игра компьютера там, где была Барби и конюшня. Что-то такое. Короче, девчата, пишите, и я что-нибудь пересмотрю. Мальчата, тоже пишите, если вы смотрели. Просто расчета на вас нет. Может, у вас есть младшие сестры, с которыми пришлось посмотреть. Но я вообще проностальгировала по этой теме максимально. Залезла смотреть, какие есть сейчас Барби. Отвал башки. Отвал башки, ребят. Я не знаю, зачем мне нужна Барби. Конечно, я не буду ее покупать. Но вы посмотрите. Вы видели, мы добавляли трею? Вы просто... Вы видите, как она выглядит? И это не самое лучшее. Это то, что я нашла за один клик. Мы отвлеклись немножко. Чуть-чуть. И мы отвлечемся еще чуть позже. Или сейчас. Давайте сразу все, а потом сухая теория. Последнее отвлечение. У меня тут аватарка. И она сделана на сайте генератора аватара, который промоушен нового фильма. Я не знаю, ждете ли вы или нет. Но я не особо жду, потому что мне не нравится актерский состав. Я поклоняюсь перед тем, как сейчас люди учатся, умеют промотировать фильмы. Это всегда очень увлекательно. Вот данная аватарка сделана с помощью сайта, который построен на базе искусственного интеллекта, который вам удаляет фон с вашей фотки, селфи, и вставляет вас, лепит просто вас на наклейку. Типа, очевидно, но прикольно. Для тех, кто как бы тоже захочет себе такую уж приколюшку, я вам оставила здесь внизу. Или запомните, или я вам здесь внизу оставила. Это можно будет найти по ссылочке внизу. Но в целом он называется Barbie Selfie AI. Я развлекала вчера так час, пока мне надо было закончить писать сценарий, а я делала себе аватарку в стиле Barbie, которую использую один раз, чтобы показать вам. Поэтому это отступление было обязательным. И, как всегда, с такой долгой подводкой, мы наконец-то начинаем работать с кнопкой. Что было, что стало. Давайте так. У нас теперь есть команда Button. Вот она так называется. Раньше она называлась template button. Я думаю, здесь на монтаже вставлю, как это выглядело. Точно так же, кроме названия. Мы выбираем команду Button. И нам сразу предлагает много непонятных функций, что с ней можно сделать. А функции-то на самом деле понятные. Во-первых, здесь можно выбрать теперь эмоджик, если на него нажать. Вообще, на самом деле, любой. Или не выбирать. Тут на ваше усмотрение. Я выбираю вот цветочек. Далее можно написать название кнопки. У нас это расписание. Тоже лайфхак. Можно не писать название. Можно ограничиться только или эмоджиком, или названием. Это просто минималистично. Если вы визуально себе строите какие-то графики, вам понятно будет просто по одному эмоджику, что если на него нажать что-то произойдет, оставляйте эмоджик. Это здорово экономит место в Notion. Далее мы должны добавить команду, которая будет слушать эту кнопку. Чтобы добавить команду, нажимаем добавить шаг. И здесь у нас по порядку идет. Первое. Это как раз-таки наши шаблонные блоки, которые были в кнопке template button. То есть это полностью повторяет ту команду. Мы сейчас поработаем с ней. Второе. Это добавить страницу в какую-то базу данных. То есть если у вас есть таблица, или галерея, или еще в формате другом, то вы можете туда добавить страницу с помощью этой команды. Вы можете редактировать страницу в какой-то базе данных. Не часто пользуемся этой командой. Это достаточно специфично. Поэтому даже не будем в этом туториале ее разглядывать. Далее у нас есть показать уведомления. Вот то, что мы ранее просматривали. Помните, добавляли новую Barbie, и мне выскакивало уведомление, что не забудь добавить аватарку. Вот это про это. Как еще использовать эти уведомления в своей работе, можете посмотреть вот в этом видео. И далее открыть страницу. Это классная функция с переменными, которую на словах вам объяснять не буду, а посмотрим в деле. И первое, с чем мы будем разбираться, это как раз-таки шаблонные блоки. Работаем с шаблонными блоками. Нажимаем на кнопку «Добавить шаг», «Вставить блоки». И тут у нас первое неудобство, которое вылезло с этим обновлением, это очень маленькое окошко, чтобы там проектировать свои блоки. Да, тут можно все так же расположить, как вот у меня здесь, там по три блока, но прямо в нем работать ужасно неудобно, оно маленькое, его вообще никак не увеличить. Что я вам предлагаю сделать? Я вам предлагаю спуститься, оставить кнопку в покое, можете даже нажать «Дан», и она пока просто не будет работать, вот можете нажать на нее, ничего особо не происходит, и спроецировать то, что вы хотите вставить, ниже под кнопкой для начала. У меня это мой еженедельник. Давайте вместе с вами, хотя он здесь уже есть, нам надо выбрать команду «3», просто ввести, у нас три колонки нам предлагают сделать, мы пишем «Понедельник», «Понедельник», «Порник среда», потом можно их выделить и, например, сделать курсивом, потом можно их какой-нибудь цвет подкрасить, например, в розовый, «Ctrl-Shift-H», и у вас строка в розовый красится. То же самое, переходите на новую строку, делаете там 3 дня, недели или 4, сколько вам надо, то же самое пишите, заполняете даты, и чтобы добавить вот такие штучки, как у меня здесь, которые «Todo» называются, тоже эта команда так и называется «Todo». Вот «Todo List», добавляйте их. Я думаю, с этим вы справитесь без меня, поэтому давайте идти дальше. Когда вы это сделали, и вам уже нравится тот вид, который получился, уже только после этого шага мы переносим это в нашу кнопку. Чтобы открыть снова настройки кнопки, нажимаем тут на «Изменить кнопку», у нас опять выскакивает наше окно, и если мы сюда просто перетащим, оно перетащится без колонок, просто одним полотном, сейчас я вам покажу, если мы выделяем и просто перетаскиваем, к сожалению, перетаскивается не очень. Поэтому то, что мы проектировали, мы проектировали скорее для себя. Это придется еще раз перенести сюда. Для этого здесь нажимаем, тоже выбираем команду «Три колонки», и теперь уже можем по колоночной сюда перенести нашу информацию. Положим, что был разделитель еще, и под разделителем еще будет три колонки. То же самое, перетягиваю. Немножко неудобно, немножко долго запарно, но если вам нужна эта функция, то это тот вариант, как она работает, и как с ней можно взаимодействовать более комфортно, чем строить свой шаблон прямо внутри этой кнопки. Несмотря на то, что внутри кнопки все выглядит таким маленьким и неудобным, когда мы нажмем «Дан», и этот шаблон внутри кнопки сохранится, мы можем нажать на кнопку, и у нас в нормальном абсолютно виде появляется наше шаблонное решение. Это первая функция команды, с которой нам может помочь кнопка «Button». Давайте перейдем к чему-то более сложному, но тому, что вот так вот, вот так вот расширяет перед нами возможности использования Notion, возможности игровых механик в Notion, и вообще в целом удобство работы, быстроты работы, желание зайти и что-то сделать в Notion, это то, что вот прямо новые двери, вот так распахивает. Следующая у нас команда это «Добавить новую участницу в клуб». Здесь уже немножко другие механизмы, предлагаю с самого начала работать с этой кнопкой, я у себя здесь все удалю, чтобы было честно. У меня есть три колонки, это имя, клуб, ранг. У вас может быть колонок столько, сколько вам надо, смотря для какой задачи вы это делаете, это понятно. Далее я хочу, чтобы в эту таблицу у меня автоматически добавлялись страницы с какими-то заданными параметрами, но это не страница-шаблон, это скорее, чтобы я могла из любой точки своего пространства добавлять сюда страницы. Для этого я ввожу команду «Button». Давайте прямо под этой кнопкой мы введем команду «Button». Опять-таки мы можем ее назвать, можем оставить просто эмоджик, давайте здесь просто с эмоджиком поработаем. Вот можно из «Icon» выбрать, можно из эмоджиков выбрать, у нас будет «Ноготочки». Добавляем новый шаг. Шаг такой «Добавить страницу в…» И здесь нам предлагается выбрать базу данных. У меня эта база данных называется «Клуб». Я ее так назвала. Вы называете свою таблицу, когда ее создаете. На всякий случай перескочим, и вот вы нажали «Плюс», выбрали «Таблица», добавили «Новую», добавили название «Ла-ла-ла». И теперь вы вот, когда будете с кнопкой работать, вы можете добавлять страницу в таблицу «Ла-ла-ла». Вот просто найдите ее здесь. Все. Мы работаем с клубами, будем добавлять туда, потому что там уже готовые у нас есть колонки. Первое у нас параметр — это имя. Хотим ли мы, чтобы имя сразу заполнялось или не хотим. Предположим, мы хотим, чтобы когда мы нажимаем на кнопку, у нас добавлялась новая строка с именем, новая участница. Но тут можно ничего не писать. Потом добавить новый шаг или изменить еще другие проперти. Мы изменяем еще и другие. У нас тут есть имя, есть клуб и есть ранг. Мы можем добавить сюда клуб и добавить, чтобы как только добавляют страницы, автоматически клуб становился барби. Можем еще одну проперти добавить. Вообще все проперти, что есть у вас в таблице, сюда можно добавить и изменять. У нас есть ранг. Ранги, предположим, в нашем клубе выдаются как новый участник, 6 плюс месяцев и ранг барби. Sorry, ребят, what? Я это думала вчера в 11 ночи. Возможно, немножечко подурело. Если мы добавляем нового участника, логично его добавлять с рангом новый участник. Выбираем тут новый участник. То есть понятно. Мы выбрали команду добавить страницу в базу данных клуб. А после этого мы указали, какие проперти и как уже должны быть заполнены. Теперь тестируем кнопку, работает ли она. Done. И нажимаем на нее. Видите, добавилась сразу новая участница, барби новый участник. Типа, ну она добавилась, окей, а я хочу ее отредактировать. Мне надо, чтобы страница открылась. Блин, я хочу добавить имя участницы, добавить аватарку участницы. Поэтому мы еще добавляем один шаг. Редактировать кнопку. Добавить еще один шаг. Шаг у нас называется открыть страницу. Здесь у нас все очень переменное. Мы можем выбрать конкретную страницу, которая будет просто открываться при нажатии на кнопку. Но также супер переменное только что добавленная страница «Откройся». То есть вот мы только что добавили страницу новой участницы, и она должна открыться. Мы выбираем эту команду. Еще раз проверяем. Теперь нажимаем «Дан», нажимаем на кнопку. У нас создалась новая страница в базе данных, открылась. Мы ее можем переименовать в «Фиону». Мы можем сюда добавить, как мы с вами уже добавляли, изображение или добавить в аватарку изображение. Тут смотрите, как хотите, вообще полет фантазии. сюда добавляем. Мы закончили работу с этой страницей, теперь кликаем на любое пустое пространство сбоку страницы и смотрим. У нас в базе данных добавилась страница «Фиона Барби новый участник». Достаточно просто. Давайте еще усложнять. Давайте сделаем так, чтобы новая страница открывалась не в центре, а прям как новая страница. Тут можно выбрать, чтобы она открывалась как сбоку, как полная страница, вот как сейчас мы в пространстве сидим, или в центре. Что хотите. Для примера давайте «Full Page» и «Done». Вот мы добавляем и у нас открывается полностью новая страница на весь экран. Я думаю, это понятно. Давайте пойдем дальше. Еще усложним, еще можно добавить функцию этой кнопки. Можно сделать так, чтобы перед тем, как страница открывается, нам присылались какое-то уведомление или предупреждение. Возможно, это шаг к безопасности, возможно, это какое-то напоминание при заполнении этой таблицы. Опять нажимаем «Редактировать кнопку», добавить еще один шаг «Показывать уведомление». И тут настраиваем уведомление. У меня оно будет «Не забудь добавить аватарку». И здесь можно написать «Принято», чтобы продолжить, чтобы у вас открылась страница. Тут можно смайлики, добавлять все, что захотите. Можно нажать «Пойду искать». И тогда команда по добавлению новой страницы отменится. И теперь ее можно еще перетянуть на шаг вверх. Все, нажимаем «Done». Тестируем еще раз. Нажимаем «Ноготочки». У нас выскакивает уведомление. Если мы нажимаем «Пойду искать», то новая страница не создается. Кнопка остается неактивированной. Если мы нажимаем и нажимаем «Принято», то все работает, все открывается, создается новая страница. Чтобы вы ее увидели, я ее назову как «Новая». Выходим обратно на прошлую страницу. Вот она у нас создалась. Вы просто проэкспериментируйте, потому что идею я вам уже накидала. Вот прям накидала. Здесь надо сейчас сесть, поклассать на эти кнопки, чтобы ничего больше не казалось страшным. Последняя интересная функция, с которой мы здесь сейчас с вами разберемся. Например, прошло полгода, и у нас все участницы, которые были помечены в ранге «Новая участница», переходят в ранг 6+. Чтобы не заходить и не менять у каждой участницы отдельно ранг на 6+, мы можем добавить такую кнопку. Пишем «Плюс», «Button». «Изменить страницу». Выбираем базу данных «Клубы». «Клубы». Мы сейчас выберем «Properties», которую надо менять. Что изменить? Все страницы в нашей базе данных «Клубы». Это такой фильтр, его можно настроить. Например, можно изменить все страницы, у которых ранг «Новый участник». То есть только эти. Если бы у нас здесь стояли страницы с рангом «Барби», давайте для примера мы их добавим. Добавляем, добавляем. Вот у нас будет две страницы, у одной будет ранг «Барби», и у второй. То, когда мы вводим эти настройки, то эти страницы не будет трогать данная кнопка. То есть фильтр мы добавили. Изменить все страницы в базе данных «Клубы». Вот тут написано «Изменить страницы в клубы», где ранг «Новый участник». Если бы у нас здесь была дата, мы могли бы и подать, и отфильтровать, чтобы там полгода ровно было. Добавляем «Проперти», которую мы будем менять. Мы будем менять «Проперти ранг». На какую мы ее изменяем? Нам надо, чтобы она изменилась на 6+. Назвем кнопку «Изменить всем на 6+.» Все, кнопку сохраняем как помощью «Дан». Теперь, смотрите, я нажимаю на кнопку, и у всех новых участников поменяется ранг на 6+. Мадия! Реально мадия! Это можно делать не только с «Проперти», это можно делать с названиями, с датами, с чем угодно. Просто вот как вы для себя придумаете, так вы сейчас сможете сделать, и вот весь функционал вы им, считайте, уже владеете. Мне кажется, это очень здорово, замечательно, классно, то, что можно вот отдельно еще текст, можно отдельно аватарку, эмоджи, можно их всех составить вообще в ряд, колонки сделать, просто можете сделать себе такой сайдбар сверху, чтобы вы там нажали на одну кнопочку, у вас одно произошло, на вторую кнопочку, у вас второе произошло, на третье, третье, и не надо, чтобы было заходить вот этот много страниц, вот то, чем вы чаще всего пользуетесь, вы можете теперь так автоматизировать, в какой-то игровой процесс превратить, то, что у вас уведомления выскакивают, вы можете как-то хвалить себя, подбадривать, или если вы работаете в команде, вы можете сделать это дополнительным шагом безопасности, это здорово, это дает нам новые возможности. Ну получается мы закончили, получается обучающая часть возможно была короче, чем мое вступление, потому что все на самом деле просто, возможно страшно, но, ребят, старею, но скажу, глаза боятся, руки делают, и здесь это как нельзя, кстати, помните, что в Notion нет непоправимых ходов, в Notion все можно исправить, откатить до старой версии, тут нет таких ошибок, которыми вы сломаете программу или свое пространство, пробуйте, экспериментируйте, я вам напоминаю, что мы тут с вами на этом канале, создаем свою идеальную инфраструктуру в Notion, которая удобна, легко, комфортно пользуется, мы оптимизируем процессы, учимся всяким приколюхам и слушаем новые новости, предлагаю вам подписываться на этот канал, увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте, всех целую, обнимаю, всем пока и до новых встреч! Ребят, 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 я эту штучку, если вы боитесь сами везде нащелкать и вам понравилась Барби, я вам ее оставлю по ссылочке в описании, можете дублировать, можете тут все щупать, трогать, нажимать, как все работает, открывать настройки, там смотреть, все, все для вас, мои дорогие, всех люблю!